МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Ситуация критическая. Проблемы Гуровсатранса обсудили депутаты на заседании Комитета Городской Думы. В новом формате изменят ли порядок размещения рекламных конструкций? С заботой о старших два пункта вакцинации от коронавируса открыли в Сарове для неработающих пенсионеров. Далее расскажем обо всем подробно. О ситуации с Горавтотрансом рассказал директор предприятий на заседании Комитета Городской Думы. Депутаты остались недовольны докладом и пригласили Григория Маюкова выступить повторно в феврале следующего года. Подробности далее. Ситуация в Горавтотрансе критическая. В парке сейчас 49 единиц техники. 45 из них изношены на 100%. Необходимо масштабное обновление. В штате не хватает водителей и слесарей. Свой доклад Григорий Васильевич начал с основных болевых точек Горавтотранса. Затем рассказал народным избранникам о мероприятиях, которые позволят вернуть к жизни угасающее предприятие. «Оптимизация действующих маршрутов в цели обеспечения роста пассажиропотока, проведение работы по усилению контрольности за собираемостью выручкой, замена изношенного подвижного состава на новые, более экономичные и комфортные автобусы, замена оборудования технического для технического осмотра». На базе предприятия также планируют возобновить работу автошколы. Это, по мнению Григория Васильевича, позволит решить проблему нехватки специалистов. В этом году Горавтотранс планирует приобрести в лизинг три автобуса среднего класса, а пять единиц техники приобретает администрация. В первом квартале следующего года на маршруты выйдут восемь новых автобусов. Также директор пояснил, какой примерно хват пассажиропотока у нового транспорта. «Сейчас на данный момент у нас по зимнему расписанию выходит 27 единиц. То есть у нас есть четыре новых автобуса ПАЗ. То есть восемь будет, ну где-то в районе 50 процентов. Я думаю, мы обхватим. Будем стараться по всем муниципальным программам. В следующем году министерство транспорта тоже, они всегда с какими-то выходят предложениями с программой. Будем заявляться на покупку больших автобусов в ЛИАЗах, что они тоже нужны для населения, не только ПАЗ среднего класса. Ну и большие автобусы тоже требуются для населения». Ситуация с гор автотрансом вызвала бурные дискуссии. По итогу вопрос решили перенести на февраль 2022 года, когда уже можно будет подвести промежуточные итоги реализации озвученных мероприятий. Также это даст новому директору время освоиться на своем посту и более детально изучить проблему. В следующем вопросе повестки Леонид Бородулин предложил проект решения, который может помочь руководителям муниципальных предприятий города. «Есть предложение в составе МУПов организовать рабочие группы по разработке плана развития предприятий. То есть в рабочую группу она будет создаваться приказом директора предприятия. В нее будет включен сам руководитель, финнорган, представитель муниципального образования по профильному направлению и депутат городской думы». Леонид Борисович обратился к народным избранникам с просьбой подобрать кандидатуры, которые действительно могли бы оказать существенную помощь предприятиям. Среди приоритетных характеристик он назвал профильное образование, умение креативно мыслить. Также важно при подборе кандидата исключить конфликт интересов с предприятием. «Мы полагаем, что данный депутат будет участвовать не только в разработке программ, но и в участии в проведении рабочих совещаний. Когда в профильное министерство руководитель МУПа будет выезжать, то было бы хорошо заручиться поддержкой и говорить, что вот со мной представитель городской думы, участник рабочей группы, вот необходимо нам оказать содействие, поддержку». Доклад народные избранники приняли к сведению. Механизм сотрудничества с предприятиями решили детально проработать с администрацией. На заседании Комитета по экономике и развитию предпринимательства депутаты приняли решение в пользу аукциона, как форма проведения торгов на размещение рекламных конструкций. Подробности далее. История с наружной рекламой в Сарове длится много лет. Долгое время размещение рекламы было бесконтрольным, и бюджет не получал от нее доходов. В 2017 году прошел конкурс, в результате которого два лота выиграла компания «Два Аякса», а один – «Ударник». Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. «Это от кого заявка?» «От «Два Аякса». «Два Аякса». «Предложение участника конкурсу» по критерию «К-2». «Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема распространяемой рекламы 100%. «Вод номер два. Заявка на участие. Форма номер один. Общество с ограниченной ответственностью. Два Аякса». «Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема распространяемой рекламы. Критерий «К-2». «Предложение участника 100%. «Заявка на участие в конкурсе». «Вод номер три. Заявитель общества с ограниченной ответственностью «Ударник». По размещению социальной рекламы в проценте от годового объема распространяемой рекламы критерий «К-2». «Предложение участника 100%.» Тем не менее, 100% социальной рекламы город так и не увидел. Даже невооруженным взглядом можно было заметить, что большинство счетов занимала коммерческая информация. По отчету контрольно-счетной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6,2% социальной рекламы на муниципальных местах. Собственник рекламной конструкции обязан размещать на рекламной конструкции социальную рекламу, социально значимую городскую информацию, праздничное оформление города в соответствии с договором в размере 100% от годового объема распространяемой рекламы согласно конкурсному предложению. При договорной возможности размещения социальной рекламы в объеме 100% от годового объема распространяемой рекламы Процент размещения социальной рекламы составил от 0,25% до 6,2% от годового объема рекламных повоз в соответствии с договорами. Возможно, именно это стало причиной того, что у всех рекламных конструкций города отозваны разрешения на эксплуатацию, а с победителями конкурсов расторгли договоры летом этого года. Это выяснили народные избранники на заседаниях рабочей группы по разработке проекта решения о форме проведения торгов по предоставлению рекламных площадей города. В процессе общения с чиновниками администрации удалось выяснить, что у нас оказывается в течение лета и начала осени у всех рекламных конструкций были отозваны разрешения. И с ними, соответственно, с победителями конкурса были расторгнуты договора на размещение рекламных конструкций. То есть сейчас у нас все рекламные конструкции, которые размещены по соответствии с схемой размещения рекламных конструкций, стоя в городе без разрешения. На заседании озвучили официальную позицию главы города. Анализ сведений, предоставленных Гордумой, позволяет рассматривать форму проведения торгов в виде аукциона как приоритетную. Процитировал Алексей Сафонова, председатель комитета. По моему мнению, этот проект вполне можно сегодня рассматривать на заседании Городской думы. Нет никаких оснований не доверять результатам рабочей группы, где работа рабочей группы. И мне кажется, вот я испытываю глубокое удовлетворение этих результатов и считаю, что проект нужно вынести на заседание Городской думы и принять. Окончательное решение о том, изменят ли порядок размещения рекламных конструкций на муниципальной земле и собственности, народные избранники примут на заседании Думы. Госдума приняла в третьем чтении проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. При рассмотрении документа депутаты учли поправки президента об увеличении минимального размера оплаты труда и величины прошиточного минимума. В результате они вырастут до 13 890 рублей и до 12 654 рублей соответственно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До 1 января 2022 года получить услуги ПФР в отделениях можно будет только по предварительной записи. Минюз зарегистрировал временный порядок предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России. Получить услуги граждане также смогут и по электронной почте. Пенсии и иные выплаты будут назначать на основании сведений и данных, полученных в ходе межведомственного взаимодействия. Гражданина будут уведомлять о принятом решении. А если понадобится, то назначат время для предоставления необходимых документов, которые подтверждают пенсионные права. Законопроект, который запрещает необоснованный сбор персональных данных, приняла в первом чтении Госдума. Согласно правительственной инициативе, нельзя будет отказывать в заключении либо расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные, а также навязывать гражданину дополнительные платные услуги. В случае принятия нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года. Бюджетники должны получить зарплату по майским указам до конца года. Действия сертификата для переболевших коронавирусом продлят. Вакцину от ковида для подростков зарегистрировали. Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Подробности далее. Владимир Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата для переболевших COVID-19 до 1 года. Вице-премьер подчеркнула, что такое решение было принято после подробного обсуждения вопроса с российскими учеными и экспертами. При этом рекомендации по ревакцинации остаются прежними. Мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению последующей повторной вакцинации по истечении 6 месяцев. Вакцину ГАМ-COVID-VAC-M Центр Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировал Минздрав России. Татьяна Голикова отметила, что прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет будут исключительно с согласия родителей, а подростков старше 15 лет только с их собственного письменного согласия. Вакцина должна поступить в гражданский оборот в конце декабря. В свою очередь Владимир Путин призвал оперативно разработать вакцину от коронавируса и для детей от двух лет. Я прошу правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом и в нужные, отведенные для этой работы сроки, все профинансировать, проследить, как идет работа и поддержать специалистов, которые этим занимаются. Также Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу до конца года выделить средства на зарплаты работникам бюджетной сферы. Он подчеркнул, что нельзя зацикливаться на формальных решениях, следует исходить из конкретной ситуации в каждом регионе. Система использования QR-кодов и мультипассов сохранится, но станет более гибкой. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Они вступят в силу с 26 ноября. Допуск граждан только по QR-кодам и мультипассам останется обязательным для массовых мероприятий посещения объектов спорта, торговых и торгово-развлекательных центров, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций. Кафе и рестораны, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки, гостиницы смогут самостоятельно принимать решения о допуске граждан только при наличии QR-кодов и мультипассов. Если заведения общественного питания сохранят правила допуска граждан по QR-кодам и мультипассам, с них снимут запрет на проведение банкетов и требований по расстановке столов, а также разрешат работать в ночные часы. Для фитнес-центров и бань в случае принятия решения о допуске только при наличии QR-кодов и мультипассов отменят требования к заполняемости, исходя из количества квадратных метров на одного человека и обязательной предварительной записи. В библиотеках в случае сохранения допуска по QR-кодам и мультипассам отменят требования по обязательной предварительной записи. В музеях снимут запрет на проведение массовых мероприятий. При этом массовые мероприятия в музеях можно проводить только из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Кинотеатры, которые решат пуска зрителей только при наличии QR-кодов и мультипассов, смогут обеспечивать стопроцентную заполняемость. Если такое решение не принято, то заполняемость должна составлять не более 60%. Дополнительные пункты вакцинации для неработающих пенсионеров открыли в Центре культуры и досуг РФИАЦ ВНИЕФ и в спортивном комплексе ядерного центра. Подробности в следующем репортаже. Эпидемиологическая ситуация в стране и в городе еще нестабильна. В группе особого риска находятся люди старшего поколения. Именно для них руководство города, РФИАЦ ВНИЕФ и коммерческих организаций открыли два дополнительных пункта вакцинации. В Центре культуры и досуга, а также в спортивном комплексе ВНИЕФ. Мне вот по месту жительства я пришла сюда потихонечку, не пользуясь автобусом. Стараюсь больше не быть в коллективе массовой, чтобы не заразиться и не заболеть. Перед вакцинацией пенсионерам помогают заполнить согласие и другие документы. Также в кабинете работает врач-терапевт, который контролирует все необходимые показатели здоровья. Прием на пунктах вакцинации проводят только по предварительной записи. Я сама привелась уже давно. Скоро уже будет ревакцинация. Второй, третий раз. Сам я проходил эту самую прививку вчера здесь. Мне понравилась эта организация ВНИЕФа. Дом культуры тоже ВНИЕФа. И они молодцы, что это сделали так. Для предварительной записи на вакцинацию звоните по телефону 3-85-49-661-00 с 8 до 17 часов. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей.